Дмитрий Аршанский Я решила прийти сюда, поддержать его. И хочется привлечь, конечно, внимание общественности. И, конечно же, хочется привлечь внимание вышестоящей власти. Потому что то, что происходит сейчас именно с Аршанским, это несправедливо, это ненормально. И нужно что-то с этим делать. Свобода Дмитрия Аршанского! Свобода! 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 Ученый-инженер, генеральный директор Петербургского научно-производственного предприятия был арестован решением Мещанского суда города Москвы в октябре прошлого года. Ему вменяют 159-ю статью Уголовного кодекса «Мошенничество». По версии следствия, при заключении государственного контракта на реконструкцию участка канала имени Москвы, заказчик, застройщик и генеральный подрядчик искусственно завысили сумму договора. При этом Аршанский не имел отношения ни к одной из сторон государственного контракта. Он возглавлял компанию, принимавшую участие в выполнении части работ. То есть был одним из многих субподрядчиков по договору с генеральным подрядчиком и не получал бюджетных денег. Долгое время Дмитрий Михайлович Аршанский был единственным обвиняемым по этому делу о хищении средств из федерального бюджета, которые к определению цены, к заключению государственного контракта, к выполнению государственного контракта отношения имеют ровно такое же, как мы с вами. Фабулу преступления Аршанского с позиции следствия выглядит любопытно. Группа неустановленных лиц по сговору с другой группой неустановленных лиц похитили деньги из федерального бюджета. При этом реальных пострадавших в деле нет, если только Дмитрий Аршанский, который, не имея отношения к госконтракту и не прикоснувшись к бюджетным средствам, выполнив в полном объеме обязательства по субподрядному договору, сидит в тюрьме. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Расследования нет. Нет ни одного документа, который появился за период, например, с предыдущего продления. Нынешнее ходатайство о продлении еще на два месяца, содержание под стражей, это клон предыдущего ходатайства. Ну то есть вот просто хочу держать в тюрьме человека и держу. Просто на том основании, что у меня есть удостоверение следует. Постоянный стресс и нервотрепки сильно ударили по семье Оршанского. Жена Дмитрия Елена впала в кому и вышла оттуда лишь чудом. У дочки произошли преждевременные роды. Мать Оршанского третий месяц не встает с постели. Очередной инсульт. Сам обвиняемый также имеет серьезные проблемы со здоровьем. Но надлежащего лечения под арестом получить не может. Утешает лишь одно. Через несколько дней их с женой обвенчают. Прямо в СИЗО. После 30 лет в браке. Для нас каждый день врозь он может быть последним. Это не громкие слова, это не какие-то, это просто наша жизнь. Мы знаем, что все равно правда на нашей стороне. Мы будем за нее бороться любыми законными способами. Мы будем добиваться, чтобы нас услышали. Мы будем добиваться, чтобы отнеслись, ну скажем так, более внимательно к тому, что происходит. И как люди, облеченные должностями, погонами, дипломами, званиями, чтобы они, может быть, на нашем примере научились отвечать за то дело, которое они делают. Родственники Оршанского жалуются. За это время они неоднократно получали предложение замять дело за вознаграждение. Факт вымогательства денег был зафиксирован сотрудниками одного из управлений ФСБ России. Подослали адвоката замечательного. Тот получил от меня предоплату 200 тысяч долларов США. И жизнерадостно на этом был арестован. На мой взгляд, это чистая заказуха недобросовестных, я их даже стесняюсь назвать, следователями. Из нас вымогали деньги, из нас выпытывали признание. Брата пытали, меня пытались арестовать, отобрать 2 миллиона долларов. Это фантастика. То есть это беспредел низового звена, до которого, я так понимаю, просто еще не дошли руки руководителей. Но, вы знаете, это связано, видимо, с выходом недавней вашей программы. Спасибо вам огромное. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Вопиющих фактов в этой истории предостаточно. Однако пока суд продолжает поддерживать позицию следователей. При этом камеру момента истины на судебное заседание не пускают. Своё решение представители Фемиды объясняют сумбурно. Судья Гудошникова против. Сообщается это до начала заседания, невзирая на ходатайство, без учета мнения обеих сторон. Возникает вопрос, почему же судью так камеру смущает? И если дело рассматривается по справедливости, то отчего же так пугает гласность? Неужто просто женское кокетство? Что вы, что вы, я не фотогенично? Свободу Дмитрию Оршанскому! Свободу! 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 Все его должны взять на контроль! Честный суд должен состояться. Свободу Дмитрию Оршанскому, даже на территории. Вердикт суда предсказуемый. Ещё два месяца ареста и очередное заседание. Просить об облажках Оршанский считает унизительным. Дмитрий верит, что рано или поздно преступный сговор вскроется, а его честное имя оправдают. Момент истины следит за развитием событий.